А ИС-3, извините меня, да, его можно пробить, но это тяжелый танк, который нельзя пробить. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Время смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать. Всем привет, с вами Дон Педро. Сегодня я хотел бы обсудить тему, как в этой игре люди тупеют. То есть, играя в эту игру, если вы играете 7 лет, 5 лет, 3 года, то со временем вы теряете какие-то навыки, не развиваетесь дальше, как человек, как личность. Со временем вы тупеете. Ну и конкретно я тоже, поскольку я продолжаю играть в это говнецом. Здесь я не имею ввиду рандомных раков, которые тупят именно в игре. Стреляют по своим, арту убивают, подпирают союзников, не прикрывают, когда нужно тащить, они там за камнем стоят и так далее и тому подобное. Ни для кого не секрет, и я думаю, что я не открою Америку, если скажу, что этот проект создавался для зарабатывания денег. Он создавался именно для того, чтобы выкачивать деньги с людей. А для этого нужно как можно большую часть населения привлечь в этот проект. То есть популяризовать проект. Чтобы это сделать более успешно, лучше всего проект создавать для дебилов. То есть если вы создаете проект для академиков, то изначально у вас будет мало людей в нем и соответственно будет меньшая прибыль. Как это может быть связана игра и интеллектуальные способности человека? У каждого из нас есть в реальной жизни определенные обязанности. Кто-то ходит на работу, кто-то в школу, кто-то в университет. Это семейные проблемы, домашние и так далее и тому подобного. Дело в том, что время от времени нам приходится решать какие-то жизненные проблемы и ситуации. Кому-то нужно написать отчет на работе, решить какие-то интеллектуальные задачи. Ну или подготовиться к сессии. Все это требует от нас определенных умственных усилий. Вот стопудов у вас тоже есть знакомые, которые не могут даже заявление правильно написать. Без ошибок. Заявление о приеме на работу. Так, чтобы не сделать 5 или 10 ошибок. Ну парочку точно сделать. Так же наверняка есть люди, которые лишились повышения по службе. Так же есть те, кто целый год не могут сдать на права, выучить эти долбанные билеты. Но зато он не играет в танки. У них по 10-15 десяток, 30 тысяч боев на аккаунте. Да, ребята, кто-то может поспорить, что он всего лишь 2-3 часа в сутки и то не каждый день уделяет времени своего в эту игру. И на него это никак не влияет негативно. Конечно же по себе не судят, но наверняка вы тоже ловили себя на мысли, что вы засыпаете. С мыслью о том, что это говнецо слишком много времени занимает нашего и слишком много сил, которые можно было бы потратить на изучение билетов, подготовки к экзаменам, почитать умные книжки и так далее и тому подобное. То есть развиваться интеллектуально-духовно. В общем, ребята, сколько людей и столько и мнений. Пишите свое мнение в комментариях под видео, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Подожди, а почему у курбы береза стоит? Это русская традиция была береза ставить на танк. Какая, блядь, традиция, дебил? Это функциональный предмет, блядь, на танке. Короче, я знаю, где будет статист. Я уже удовольствие стараюсь получить от игры. Блядь, ну пиздец. Сука. Я ору... Блядь, урон. Блядь, Олег по голодам сейчас убит. Ой. Блядь. Колесная техника определенно привносит разнообразие и новый игровой опыт для всех игроков. Как это раньше делали танки с новыми механиками. ИНТРЕКО.